Ручки, линейки и учебники. Семилетней дочери Анны Рожковой в следующем учебном году все это пригодится. Когда центр образования имени Милютина только начали строить, ее мама уже знала, где будет учиться ребенок. Сегодня она лично пришла подавать заявление за два часа до начала регистрации. Анна рассказала, чего она ожидает от новой школы. Только самого позитивного, самого лучшего образования для ребенка. Мы ходим на подготовку к школе. Сейчас ребенку очень нравится. Бежит бегом и после каникул заплакала, что соскучилась. Проходя мимо школы, соскучилась по школе. И поскорее бы мне войти на подготовку. Думаю, что также будет у нас желание ходить в эту школу. Павел Земелес уверен, у его сына также будет желание ходить в школу. Мальчик уже сейчас посещает подготовительные курсы. Там его учат решать примеры и задачи, объясняют основы грамматики и азы анализа литературного текста. Это поможет ребенку с легкостью ориентироваться в учебном материале, считает Павел. Заявление он пришел подавать лично, чтобы подстраховаться. В то же время его жена попыталась сделать это через портал госуслуг. У меня старший ребенок был в такой ситуации, что сайт не работал, я подавал лично. И я сегодня пришел просто сразу и все подавать лично. Организовано все очень хорошо. То есть коллектив я вижу прекрасный в школе. Не страшно давать ребенка. И оказалось, что пришел Павел Земелес в школу не зря. Жена не смогла подать заявление. С такой же проблемой столкнулся и муж Анны Рожковой. Всего же сегодня к 9 утра на регистрацию в школу пришли около 60 человек. Конечно, не обошлось без вопросов, как организован процесс обучения, можно ли попасть к определенному учителю. Любопытных родителей консультировала заместитель директора. Интересуются программами, которые будут реализоваться у первоклассников будущих. Интересуются по подготовке детей к школе, какие курсы оказываются на базе нашей школы. Очень часто интересуются датой проведения родительских собраний. Поэтому вот такая информация волнует родителей будущих первоклассников. Всего в Центре образования имени Милютина планируют открыть 10 первых классов. В общей сложности здесь планируют принять около 300 первоклассников. Руководство не беспокоится о том, что заявлений может быть больше. Будем смотреть в наш внутренние резервы, потому что понятно, что вопросы завязаны не только с количеством мест, грубо говоря, столов, парты, помещений, но это еще и кадровый вопрос. То есть в комплексе будем решать, ну сейчас посмотрим, как в целом пройдет прием, сколько будет подано заявлений. Потом не забываем, что вот еще 24 января будет прием заявлений в школу общегородского набора, и часть детей наверняка перейдут именно еще и туда. Поэтому такой будет естественный процесс перехода. Напомним, что в этом году порядок подачи заявлений изменился. Регистрация будущих первоклассников проходит несколько дней. Так сделали, чтобы разгрузить портал госуслуг и избежать длинных очередей у школ. К слову, завтра прием заявлений в первые классы начнется в Заречье, а в четверг в Северном районе. Кульминацией может стать 24 января, когда начнется прием в школы общегородского набора с углубленным изучением предметов. Кирилл Смирнов, Егор Плюснин. Новости.